Уже перед самой победой, во время восточно-прусской операции, горстка советских летчиков под командованием Талгата Бегельдинова попала в затруднительное положение. Советские танки ушли далеко вперед на запад, оставив за собой толпы, хоть и деморализованных, но вооруженных фашистов. А эскадрилья Бегельдинова заняла оставленный немцами аэродром, оказавшись как раз посередине. Опасаясь ночной атаки, летчики расставили свои Ил-2 по кругу, чтобы в случае нападения вести круговую оборону, и ночью завязался бой. Громко трещали крупнокалиберные пулеметы Ильюшиных, им отвечали автоматные очереди из темноты, но неизвестно, кто испугался тогда больше. Когда Талгат Бегельдинов из блиндажа прибежал к самолетам и дал осветительную ракету, то оказалось, что пилоты стреляли по пустому пространству, немцев уже давно и след простыл. Но наутро случилось необычное. В плен попало несколько фашистов. Они очень боялись советских бойцов и Талгат Бегельдинов, сначала и впрямь хотел их расстрелять за все их фашистские преступления. Но допросив их, понял, что именно эти немцы были призваны совсем недавно и не успели совершить ничего злодейского. К тому же они были местные. Понимая, что расстреливать их не за что, оставить у себя в виде пленных нет возможности, Бегельдинов просто накормил их и отпустил во своясе. Фашисты не верили такому милосердию и продолжали стоять, но выстрел в воздух заставил их шевелиться, и они убежали. Кстати, когда о происшествии доложили наверх, то командир полка одобрил это решение. Необычное же случилось потом. Скоро из леса вышла группа немцев, сопоставимая по численности с советской. Все при оружии, но с поднятыми руками. Летчики сначала подумали, что это какая-то провокация, но среди сдающихся был один фашист, знающий русский язык. Он объяснил, что сначала они боялись злобных большевиков, как рисовала их немецкая пропаганда, и поэтому прятались в лесу. Но к ним пришел один из солдат, который уже был в плену. Он рассказал, что его накормили и отпустили. Тогда-то группа и решила сдаться. Делать было нечего. Пришлось Бегельдинову снаряжать трех бойцов и вести пленных в населенный пункт Калау, занятый советскими войсками через местность, где толпами еще ходили немецкие вооруженные группы. Как они себя поведут, было неизвестно, но все обошлось. К вечеру конвой вернулся и рассказал, что по пути их колонна обрастала, как снежный ком. И в город Калау пришла уже огромная толпа пленных. Кстати, этот эпизод описан в воспоминаниях летчика Талгата Бегельдинова «Илы атакуют». Они есть в свободном доступе. Очень интересно написаны. Кто хочет приобщиться, читайте, а также ищите отличия с моим повествованием, так как я рассказал чуть по-другому для упрощения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok